Доброе утро, уважаемые коллеги! Действительно, очень радостно видеть все те же лица пять раз подряд и с добавлением новых участников, особенно из-за рубежа, это действительно очень трогательно. Спасибо большое, что приехали. Разрешите представить доклад? Он включен сейчас. Включите презентацию, пожалуйста. Не, она включена, видимо, но переключение почему-то не работает. Класса работает, а переключения нет. Второй день подряд у меня не клеится отношение с презентером. Так а как мы пока? А то есть я буду говорить, следующий слайд? Следующий слайд. Хорошо. Разрешите представить доклад на тему роли мультидисциплинарной команды в диагностике и лечении опухолей костей и мягких тканей. Следующий слайд. Следующий слайд, отлично. Мультидисциплинарная команда, как известно, играет неотъемлемую роль в диагностике и лечении данной патологии. Естественно, это и хирурги, и химиотерапевты, и радиотерапевты, и патологи, и лучевики, и специалист лучевой диагностики. Все мы основываемся на результатах фундаментальных исследований. Это известный факт, ничего нового я здесь не скажу. Пожалуйста. Почему необходима мультидисциплинарная команда? Потому что, когда мы говорим о мягких тканях, следующий слайд. 1% от всех опухолей, но насчитывает не менее 100 по типу, порядка 120 по типу в соответствии с последней классификацией. Естественно, как и при опухолях костей. Следующий слайд. Это довольно редкая патология, несмотря на это, насчитывает множество, является очень разнообразной. И следующий слайд. Соответственно, у нас возникают ошибки в диагностике и лечении данной патологии не только в России, но и в развитых странах. О чем говорят исследования наших коллег из скандинавской саркома группы, и коллег из Европы, и Англии. Ошибок действительно очень много. Потому что условием для реализации является наличие команды специалистов, наличие инфраструктуры. Наверное, наличие команды специалистов является критичным в данном случае, потому что специалисты должны быть инициативны прежде всего. Потому что даже имея инфраструктуру без команды, мы не можем воспользоваться тем, что имеем. В нашем центре диагностика опухолей и костей проходит через несколько этапов. Первым является очная или телемедицинская консультация, после которой полученный материал отправляется в биопсийную группу, а затем подвергается мультидисциплинарному консилиуму, и дальше уже принимается решение в отношении дальнейшей тактики. Конечно, маршрутизация больных в России оставляет желать лучшего в настоящее время, но мы все-таки будем ориентироваться на данные наших коллег из Европы и Азии, где пациенты проходят быстрый маршрут в референсный центр по изучению сарком. И в рамках биопсийной группы, когда у нас уже есть биопсийный материал, мы собираемся раз в неделю. Составом этой группы являются морфологи, как минимум один клиницист и специалисты лучевой диагностики. И условием для проведения этой группы является предоставление данных анамнеза, которым занимается клиницист, естественно, предоставление данных лучевой диагностики и, конечно же, наличие обратной связи с пациентом, когда нам требуется дополнительное исследование по биопсийному материалу, когда мы не можем окончательно говорить о диагнозе в соответствии с наличием указанной патологии. И после того, как мы ставим диагноз в рамках этой первичной консультации биопсийного материала, мы принимаем решение повторять для биопсию или уже приступать к мультидисциплинарному обсуждению. Нередки, естественно, случаи, когда мы меняем диагноз. И на данном примере молодой пациент, у которого есть обширная опухоль левопоздушной кости, и по данным биопсийного материала мы здесь не могли исключить несколько вариантов. И вполне вероятно, что это могла бы оказаться верительновидно-клеточная саркома, какая-то верительновидно-клеточная саркома, кости. Но, опять-таки, определенные рентгенологические признаки, в частности, и маркеры, которые использовали наши патологи, не могли полностью исключить наличие у пациента остеогенной саркомы. Именно поэтому приняли решение о выполнении биопсии повторной, выбрали участок в рамках заседания биопсийной группы, который наиболее представлял интерес для выполнения биопсии. Обнаружили вновь образованный стой в данном участке. И уже после завершения определенных циклов окрашивания нашими морфологами мы уже поставили окончательный диагноз, что это оказалось фибробластическая стеогенная саркома. Естественно, это поменяло тактику первичного лечения. То же самое история с мягкотканными опухолями. Естественно, блок удаленный препарат. И когда мы рассматриваем различные отделы жировых опухолей, мы видим различные по дифференцировке участки, которые могут быть насыщены липоцитами, липобластами. В таком участке это может быть сплошное веритено. Естественно, диагноз может постоянно меняться. И у нас есть, естественно, проблемы, как в рамках первичной консультации препаратов. И наше правительство считает, что установка гистосканов в регионах решит все вопросы. Но это далеко не так. К сожалению, тот материал, который приходит нашим морфологам, он зачастую оставляет желать лучшего. И тот материал, непосредственно, который пересматривается, этот материал требует перерезки, переокраски. И это затягивает время диагностики. И не все готовы ждать. Но, к сожалению, как и в данном препарате, здесь различить какие-то структуры просто невозможно. Поэтому мы еще работаем над этим и ждем, чтобы с нами сотрудничали регионы. И, поставив диагноз в рамках биопсиногруппы, мы приступаем к мультидисциплинарному консилиуму более широким составом, в который ходят как минимум два хирурга. Спасибо. Как минимум два хирурга. Химиотерапевт, радиолог, рентгенолог, патолог. И дальше администратор отделения, или это медицинская сестра, за рубежом она выполняет эту функцию, потому что она курирует пациентов от начала до конца и принимает, и ведет его, и контролирует его перемещение по отделению, так скажем. И в рамках этого мультидисциплинарного заседания мы принимаем решение, с чего уже начать. Зачем это нужно? Потому что мы прекрасно знаем, что при лечении сарково-мягких тканей у нас очень много нюансов даже в рамках стандартных рекомендаций. Когда уже это не первая линия терапии, не первая операция, стандарты уходят уже на второй план, по большому счету. И мы уже принимаем решение с каждым пациентом индивидуально. Именно мультидисциплинарное заседание позволяет индивидуально принимать решение. В чем преимущество? И я хотел сказать отдельно то, что, естественно, эта практика заимствована, и с 1995 года она существует, началась в Англии, и этот состав участников мы меняем в зависимости от конкретной ситуации, добавляем того же пластического хирурга или сосудистого хирурга в нашу команду, так же, как и специалистов палеоативной помощи, когда это необходимо. И преимущественной является логистика больных, конечно же, потому что пациент, попавший на первичную консультацию, естественно, традиционно хирургу, он получает не только консультацию хирурга и направляется на пересмотр материала и далее выполнение лучевых методов визуализации, он сразу же попадает, автоматически записывается на заседание мультидисциплинарной команды. Сокращается время колоссально. Уже на втором приеме он получает достаточной информации о дальнейших планах. И, естественно, это не только наши данные, это данные международных исследований, что мы имеем даже улучшение показателей выживаемости, когда мы работаем все вместе и когда мы принимаем решения в рамках мультидисциплинарного консилиума. Ровно как существует публикация в отношении снижения стоимости лечения. Данный пример на примере меланомы, к сожалению, по саркомам не нашел данных, но даже на одной меланоме можно сэкономить порядка полутора тысяч долларов на одного пациента. Это, конечно, у нас цифра туге, но, тем не менее, экономия средств и пациента, и лечебного учреждения – это мощный фактор. Также информируя следующего врача, опять-таки, на второй консультации он имеет всю информацию о дальнейшем лечении. Пациент знает о том, что ему грозит, знает, что делать ему дальше. Это огромное преимущество. И, наверное, очень мощный фактор – это обучение всех участников мультидисциплинарного заседания, потому что даже матерые хирурги должны учиться у патологов, ровно как у химиотерапевтов. Химиотерапевты учатся у хирургов и у патологов, и у специалистов лучевой диагностики. Мы лучше понимаем друг друга и начинаем говорить на одном языке. И это сразу же приносит результат. Это ускоряет работу, это улучшает ее качество. Это, наверное, самый, на мой взгляд, важный фактор в роли МДТ. Ровно как и лучевые специалисты, имея такой большой арсенал лучевых методов визуализации, не могут объективно оценить всю картину, если не будут взаимодействовать, как с хирургами, которые столкнулись с очень сложной проблемой лицом к лицу. И, естественно, с нашими опорой, друзьями и морфологами, которые потом решают эту проблему до ночи. И это действительно очень сложная задача, если нет взаимодействия с клиницистами. И, слава богу, 21 век в помощь. И все-таки, не побоюсь этого слова, телемедицина начинает работать и приносит свои плоды. Пациенты получают адекватную помощь, адекватные консультации. Ровно как остается и личный контакт, слава богу. Поэтому мы всегда будем рады помочь и взаимодействовать с другими учреждениями. Это очень здорово. Спасибо вам большое. И, наверное, ждем вас в следующем году опять. Спасибо большое, Игорь Леонидович. Вопросы, коллеги, пожалуйста. Ну, может быть, вопросы потом будут. Да, Ирина Александровна, пожалуйста. Я бы как раз хотел в зал спросить об этом. Да, конечно. Да, пожалуйста, конечно. В рамках онкологического института мы работаем в местном контакте с нашими революциями. Радиологи. Радиологи. Да, не слышно. И радиологи. Революция не слышит. Он не может переводить комментарии вне микрофона. Фактически иногда по первой биопсии мы не можем поставить диагноз, либо говорим, что нужна повторная или открытая биопсия. И всегда находим понимание. И огромное спасибо за доклад. Совершенно замечательно. Спасибо. Спасибо. У меня тоже вопрос, с Вашего позволения. Вы рассказали о алгоритме действий диагностов и клиницистов. Я бы хотел уточнить, вот как Вы на неделе все это планируете? Всех больных, то есть идущих через поликлинику, нереально пропустить через этот консилиум, наверное. Как вот это строится работа именно у Вас в неделю? Сколько таких консилиумов? Спасибо. У нас два этапа. Опять-таки биопсийная группа, которая проводится в среде недели, и мультисциплинарное заседание в конце недели. И, естественно, все случаи действительно переварить невозможно. И, опять-таки, по практике наших зарубежных коллег, изначально мы запускали только сложные случаи, которые требуют действительно решения здесь и сейчас. И необходимо провести консилиум в данный момент. И мы с каждым разом расширяем круг пациентов, которые проводим через него. И в идеале хотим проводить всех пациентов, просто более ускоренно. И в рамках биопсийной группы, например, костная патология идет вся через биопсийную группу. Даже если это будет 15 человек в неделю, они будут проходить через биопсийную группу. Да, это отнимает много времени. И у хирурга, который должен сорваться и присутствовать, забудьте к микроскопам. Не все там понимаю, но благо мы учимся и стараемся. Спасибо нашим коллегам-морфологам. Да, это отнимает время. Но результат оправдывает затраты, однозначно. Через сколько дней с одния пункции вы получаете, или же биопсии, получаете ответ, например, опухоли кости саркома? Ну, это зависит от того материала, который мы получаем. И зависит от технологического процесса. Если это костная опухоль, то зачастую мы дожидаемся до консификации. Поэтому это может затянуться, конечно же. Когда это реальное время? Две недели, да? Нет, меньше. Мальчик. Быстрее. Быстрее. Елена Александровна. Елена Александровна. Есть. Мы с днем проживаемся через неделю. Да. Да. Бывает, что это меньше. Но бывает больше, когда требуют дополнительных исследований. Смирных, химических, повторных разборов, получения дополнительной информации от пациента, дополнительных рентгеновских исследований. Тогда время как-то нет. Рентгеновские исследования – это все понятно. Самое главное – морфология. С этого начинаются все консилиумы. Поэтому я хотел бы узнать у наших коллег, как это происходит, сколько дней получаете вы, в частности из Италии или же в Корее, наши специалисты, коллеги получают ответ морфологический, через сколько дней после биопсии? Да, это очень важный вопрос. На самом деле при биопсии мягких тканей, если сегодня утром получили биопсию, то уже в течение дня, к концу дня мы получаем ответ. Это биопсия мягких тканей. И в течение дня мы получаем ответ. А что касается вот этого консилиума, я, кстати говоря, патолог, и что касается таких консилиумов, то там радиологи, ортопеды, онкологи присутствуют. Заседание ответственным является координатор, и поэтому координатор собирает всех и ведет учет ответов, и дальше это включается в заключение в рамках консилиума по каждому пациенту. То есть у нас нет председателя в настоящее время, который бы брал на себя юридическую нагрузку. Это все проходит в рамках консилиума. Я не понял, сколько дней уходит в Корею на костные остеосаркомы после биопсии костных опухолей? Кости. Спасибо. При остеосаркоме радиологи и ортопедические хирурги, они уже подозревают, что остеосаркома, а в том случае, если биопсия рассматривается, тут требуется вот еще два дня рабочих, чтобы поставить диагноз. Это вот при обычном случае остеосаркомы, но, естественно, еще очень часто в Италии тут отличается ситуация. Требуется неделя для обработки материала после получения биопсии. А если молекулярная биология, то молекулярно-биологические анализы, то две недели потребуются. Вот, молекулярно-биологические исследования, две недели. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...